Масса историй, когда приходят девушки, женщины, у которых не состоявшиеся личные жизни, сложности со встречи своего любимого, и когда они начинают открывать у себя какие-то внутренние истории или программы, которые мешали быть счастливыми, происходит достаточно быстро встреча с любимым человеком. Это факт. Происходят чудесные встречи, происходит нахождение своего предназначения, люди резко меняют работу и находят действительно то, что им приносят удовольствие, в чем они могут проиграть себя и реализовывать. Начало всегда одинаковое. То есть выбираете четыре бутылочки, девушка ставит их на стол, мы на них смотрим, и начинается какой-то разговор, в результате которого всегда становится очевидно, что является препятствием для того, чтобы это в жизни произошло. Всегда есть причины, и она кроется либо в далеком прошлом, либо в недавнем прошлом, либо в нынешнем каком-то настроении совсем правильном, да. И мы просто эту ситуацию пытаемся увидеть, разглядеть, поскольку человеку, находящемуся внутри, достаточно сложно понять, что с ним происходит, где он, да. Да, я являюсь неким сторонним наблюдателем, который смотрит со стороны и говорит, вот это так и так, ты находишься здесь, у тебя есть такие выходы из этой ситуации. Безусловно, а в усома это знание о цвете. То есть то, что я в своей книге описывала, это достаточно научная информация, подтвержденная неким 30-летним опытом о том, как цвет влияет, почему у этого цвета есть такие качества и характеристики, как этот цвет может поддержать и помочь в определенной ситуации. Но то, что делаю я, к счастью, к сожалению, не знаю, обратно вас, я даже зачарую, наверное, действительно похоже на экстрасенсорику, потому что то, что как я взаимодействую с бутылочками, это действительно очень глубокий интуитивный уровень. И, ну, я просто, грубо говоря, в них смотрю как в зеркало и вижу в них отражение того, что происходит человеку. Безусловно, некие психологические все-таки навыки, которые у меня есть, и некое образование мне помогает в этом, чтобы узнать, куда идти дальше с этим. То есть недостаточно увидеть это, важно еще понимать, куда ты с этим будешь дальше двигаться. И как это может человеку помочь. Ну, вот, например, то, что мы с вами почти одинакового цвета у меня в голову, мудочка, а у вас платье. Что это значит? Коралловый цвет, о чем рассказать? Да. Коралловый цвет, это цвет, в первую очередь, он говорит о необходимости отпускать. То есть сейчас очень много у людей, сейчас такое время, когда приходится отпускать очень много старых ментальных схем, так как мы называем, когда вот очень долгое время было так и только так и без вариантов. И сейчас очень много людей, даже которые не верили никакую эзотерику, ни на что такое, конкретные земные люди начинают замечать, что в жизни происходят какие-то вещи, которым невозможно найти объяснение. И вот коралловый он очень поддерживает в этом отношении, чтобы довериться тем переменам, которые происходят и понять, что то новое, что приходит на смену старому, оно неизбежно лучше. Грубо говоря, это про закрывание старых дверей и открывание новых. То есть человек может интуитивно чувствовать, что именно вот этот цвет я сейчас одеваю, он не знает, почему он это делает. На самом деле, скорее всего, есть некие вопросы внутри, которые стучатся в окошко и говорят, выпусти нас, пожалуйста, и мы хотим вот так стучаться. А вот наш гость сегодня пришел в сером костюме, что свойственно мужчине занятым делом, да? То есть получается, что женщины в этом плане более раскрепощены и привилегированы, потому что они себе могут позволить прийти в цветном. Если бы молодой человек пришел в коралловый костюм работы, его многие не поняли. Чем больше мужчин будет позволять себе носить яркую одежду и как-то радовать наш взгляд женский, нам тоже, наверное, хочется, чтобы мужчины были яркими и красивыми. То есть они могут улучшить свою жизнь, буквально, в смысле, улучшить тем, что от вот этих вот стандартных представлений, ей черно-серо-белый угол перевернутся по разноцветному, да? Девушкам советуют одеваться ярко, много разноцветной одежды, а уже женщинам с множеством как бы рекомендуется как раз тихие цвета. Лично ставить быстрее, когда переходит к таким пастельным гаммам или нет? Женщина, женщина, да, это как в советском время, это оскорбительное такое слово, что когда ты становишься не девушкой, а женщиной, это вроде как уже списанная такая история. Я лично призываю к тому, чтобы женщины одевались красиво, ярко, в те цвета, которые они чувствуют для себя правильно. То есть если хочется одеть в красный платье, не вижу проблемы у 90-летней женщины, одеть его. То есть красный, наоборот, дает жизненную силу, например, он поддерживает, он дает некую опору. Поэтому красный цвет очень нужен в женщине во взрослом возрасте. И я не понимаю, чем какой-то возраст женский отличается от возраста более молодого в смысле желаний, потребностей и необходимости чувствовать себя красиво. Если она будет красиво, стильно одета, элегантно, яркие цвета, почему нет? В конце концов, это может быть не весь, не все ее одеяние, а какой-то элемент одежды. Могут ли какие-то вещи цветные привлечь в какое-то новое застояние? Цвет действительно способен поддержать определенный настрой. Почему я вообще решила написать книгу? Потому что мне показалось, что люди не пользуются этой возможностью. То есть есть, например, растения в лесу полезные, которых мы не знаем. Если бы знали, может быть, нам было бы гораздо легче и мы были бы здоровее. Есть цвет, который тоже является уникальным инструментом, и он способен действительно поддержать. Какой цвет может помочь, если у человека с утроплохое настроение и не ладится в семье, в работе? Причины ведь тоже могут быть разные. То есть бывает, что все раздражает. Тогда синий цвет очень успокаивает и дает ощущение того, что все идет своим чередом. И все, что не делается, все делается к лучшему. Синий – это такой универсальный гармонизатор, так скажем. Что бы ни происходило, он делает так, все выдыхают. Если мы говорим о состоянии подавленности и ощущении, что всю жизнь проходит не менее ничего интересного, все серое, то это оранжевый. Оранжевый – это самый-самый-самый позитивный цвет, самый радостный, самый такой энергичный в плане такого внутреннего, знаете, состояния восторга. Еще оранжевый помогает, когда я очень часто, например, к этому прибегаю, когда ощущение того, что ты на куски разбросан, и никак не можешь собраться. С оранжевый он собирает воедино и так структурироваться. А если он не работает, уйдешь, и есть ощущение, что нет сил сосредоточиться. То есть, как все время в нырявое ведро, за счет огромного количества информации и каких-то там событий в жизни, очень много упускаешь. Вот что вам может сосредоточиться, такой деловой настрой? Если мы говорим о том, что голова все время отвлекается, то это про желтый. Желтый непосредственно связан с умственной деятельностью, и он помогает именно в мыслительных процессах. Если мы говорим о том, что не хватает энергии, и такое сонное зимой, так часто бывает такое состояние, когда это просто, как сам нам бы выходит, что это красный, он дает как раз заряд бодрости, он дает ощущение связи с землей, а, собственно говоря, откуда мы берем силу от земли. А поскольку мы все живем в бетонном городе, да, и мы далеко от природы, то красный дает вот эту поддержку на уровне тела, да, то есть, чтобы почувствовать силу внутреннюю. Ну, а если все-таки в какой-то день хочется, чтобы, ну, романтического настроения, например, вот человек явно и категорично не приемлет какой-то цвет, можно ли об этом неприятии цвета, вот исходя из него, судить о характере этого человека? Каждый цвет несет определенную информацию, значит, если человек не принимает какой-то цвет, туда надо двигаться, это как раз то место, где нужно исследовать, что там, потому что это вот такой ящик Пандоры, открыв который можно, имея определенную смелость и доверие, да, к человеку, который готов идти вместе туда, можно найти массы интересностей про себя, неприятностей наверняка, но которые, будучи увиденными, дадут возможность привнести некий свежий кладок в жизнь. Ну, вот о себе я не могу это сказать, но, например, если есть люди, которые вот категорически никогда не любят вот зеленый цвет, это как вот, не люблю зеленый цвет, что это значит? Я бы сказала, то есть, вот так вот голословно заявлять про всех, не знаю, но если уж такой вопрос в целом, то в целом неприязнь зеленого – это страх перемен, это страх движения, и часто зеленый – это цвет действительно открытости жизни и открытости сердца. То есть сложно с такими людьми будет вступать в близкие отношения. Как с модой это сочетать? Ведь бывают вещи модные, бывают не модные. Цвета модные и не модные. Я никогда не обращаю на это внимание лично для себя. Мне кажется, это тоже про свободу выбора. То есть я делаю, я хочу научиться делать то, что хорошо для меня. Если желтый цвет не в моде, мне по большому счету все равно, потому что мне сейчас это даст поддержку. Я не хочу лишать себя помощи только потому, что кто-то сказал, что в этом сезоне это нельзя носить. Я вот на этом основывалась. Когда книгу писала, там разделена она на главы, где каждая глава посвящена определенному цвету, я хотела бы думать, что люди могут в этом состоянии пожить. Не просто почитать про синий, да, и дальше завтра про желтый. Почитать про синий и побыть в этом состоянии, потому что, ну, действительно прочувствовать его. Белый, например. Потрясающий цвет, когда нужно быть в состоянии, то, что я называю, человеком-невидимки. Ты не мешаешь собой, то есть человек есть, а ты как бы есть, и тебя как бы нет. То есть есть твой голос, и ты не добавляешь ничего своего. Это когда нужно дать человеку возможность, будучи с тобой рядом, оказаться с самим собой. Это то состояние, которое совершенно необходимо любому человеку, который работает с людьми. Темный маджентый есть такой цвет. Вот у вас стулья такого цвета, то, что называется баклажан. Темный маджентый похож на черный по своей сути, и я думаю, что когда человек надевает черные цвета, мы тоже отчасти используем качество этого цвета. Темный маджентый – это как раз тот ящик Пандоры, это тот самый чердак или подвал, где хранится что-то, к чему мы не прикасались многие годы и боялись туда зайти, потому что это вот те, так называемые, спилеты в шкафу, внутри у нас, которые мы не трогаем, потому что там или очень больно, или очень страшно, или как-то еще. И когда мы туда ныряем, встречаемся со своей, так называемой, тенью, тогда мы можем открыть для себя очень много каких-то полезных, признаться себе до начала в том, что да, это больно, это страшно, мне это очень не нравится, и тогда уже выйти на какое-то новое качество жизни. Вот фиолетовый – это цвет, который помогает в переходных периодах. И ты хочешь поменять работу, работать с фиолетового. Да, он поддерживает состояние перемен и дает поддержку на уровне интуиции, то есть помогает слушать себя и доверять все-таки своему внутреннему голосу, а не голосам других людей, которые говорят «Ай-яй-яй, что-то, что-то, это такая хорошая работа, не стоит ее менять», а внутренне все равно продолжать чего-то хотеть. И основная тема синего – это доверие. Доверие пространству, доверие каждому дню, доверие тому, что все, что с тобой происходит, оно все тебе нужно. Голубой. По Руссовну считается, что светлые оттенки – это цвет, в который добавлен белый. Соответственно, это интенсификация определенной темы, то есть голубой – это усиление темы синего. Там требуется тотальное доверие, такое состояние, когда ты вообще никак не можешь влиять на ситуацию. Когда происходит что-то, например, не дай бог, болезнь близкого человека, ты понимаешь, что сейчас его жизнь, по сути, в руках Бога. Это все, что можно сделать – это довериться и поверить в то, что произойдет чудо, и что о нем позаботиться. Отпустить контроль помогает семье. Разжать руки. Про зеленый цвет. Я читала, что зеленый цвет – это цвет покоя, и часто предлагают зеленым цветом стены, красить, чтобы было уютно. Для каждого человека все-таки свой цвет. То есть я бы не стала рекомендовать всем зеленый для умовотворения, или для открытия. Безусловно, зеленый дарит ощущение пространства. Зеленый – это всегда про… То есть если, например, есть офис, в котором вот такие узенькие коробочки, зеленый цвет дает как раз ощущение, что есть чем дышать, дает ощущение пространства. Когда ты идешь решать вопросы, приговоры, или там действительно менять ситуацию, то лучше что-нибудь зеленое надеть, правильно? Что бы что? Что бы расположить к себе человека, например, если он опасается, лучше синий. Что бы дать себе смелость для нового шага, зеленый. Если мы говорим о том, что человеку не хватает уверенности в себе, то это золотой так называемый. Это между оранжевым и желтым где-то посерединке. То есть не золотой, в смысле блестящий, так называется цвет. Это состояние пребывания здесь и сейчас и уверенности в своих силах. Это золотой. Желтый цвет помогает, как я уже говорила, в интеллектуальной деятельности. То есть если, например, ребенку надо сконцентрироваться или взрослому на некой интеллектуальной деятельности, именно ментальной, это желтый. И если есть неуверенность в своем уме, это тоже про это. Если мы говорим на уровне одежды, то просто в Аурусом еще есть множество всяких инструментов, как помандеры, не говоря про бутылочку, когда можно с собой брать. Есть помандеры разных цветов, это капельки такие, которые очень вкусно пахнут. Накапывал себе, например, золотого перед чем-то. Я очень часто всем советую, когда какие-то выступления, ответственные или что-то, себе сделают. И прям звезда. Оранжевый, как я говорила, самый оптимистичный, самый позитивный, радостный цвет, то есть это кайф жизни, тот самый сок. Ну, то есть на встречу с друзьями, на нерождении, лучше брать с собой что-то оранжевое. Ну да, во всяком случае, он будет радостно смотреть. Оранжевый также отвечает за сексуальность, то есть если есть вот такой аспект не раскрытый. Формула красного цвета, когда не хватает сил, когда не хватает энергии, когда ощущение, что все вокруг бесят, когда неумение сказать нет, когда не можешь отказать, когда не можешь выстроить внутренние границы, когда не можешь сказать так, ребят, вот забор, вот вывеска, с девяти до шести, милости просим, после этого времени я отдыхаю только завтра. Вот это прекрасно. Выбор оливкового говорит часто о том, что у человека есть что-то в прошлом, что доставляет ему очень много боли, но он никак не хочет от этого избавиться, освободиться от этого. В этом смысле есть такая неприятная, наверное, аналогия, когда происходит отравление желудка, вот это состояние, пока ходишь, пока внутри плохо, вот пока это все не выйдет наружу, невозможно почувствовать себя человеком. Вот тут то же самое. Полноценная жизнь, новая не начнется, до тех пор, пока человек не отпустит что-то в прошлом, что ему мешает. Вот у черного похожая тема с темной маджентой, то, что я говорила, да, то есть, если переборщить с черным, то человек может действительно войти в некое состояние затянувшейся депрессии или затянувшегося нахождения в чулане. Это достаточно, ну, потом могут быть последствия. Нужно будет человека вытаскивать дома из этого. То есть, если мы увидим человека, который все время в черном, он прячется. Либо сам от себя, от своих каких-то болезненных историй, либо от других людей. То есть, бывают ситуации, когда нужно одеть черный. Когда нужно вот такое состояние структурированности и, ну, в некотором смысле, концентрации на себе и на своих задачах, да, когда ничто не должно отвлекать. Но сказать, что черный цвет плохой, вообще, во-моему, самому считается, что плохих цветов нет. Есть цвета нашей души, есть мои цвета, есть другие, значит, цвета другого человека. Почему маленьких детей принято одевать в голубое или в розовое, в зависимости от пола ребенка? Это как-нибудь влияет на энергетику ребенка, на его дальнейшую жизнь? Я думаю, что это связано с разделением на энергии, да, считается, что красный – это женский цвет, синий – это мужской цвет, как вот, ини-ян, да, и в этом смысле красный, он более считается активный, синий – более пассивный. То есть, в светлых версиях розовый – это любовь, голубой – это доверие, и тот, и другой цвет на самом деле нужен и мальчикам, и девочкам, он нужен, ну, все цвета нужны. Поэтому вот, ну, откуда идет это, я не могу сказать, не знаю, надо исследовать, но я тоже за то, чтобы детей одевать в разные цвета. А может быть, у человека передозировка цвета, допустим? Передозировка цвета. Если, например, человек, не думая, покрасил комнату в красной и долго в ней находится, то, я думаю, через очень короткое время произойдет перенасыщение. Если мы говорим о светлых оттенках, пожалуйста, у меня, например, в центре есть светло-сиреневые стены, светло-оливковые, светло-голубые. Некоторые при этом приходят и говорят, боже, как у вас ярко, мне абсолютно гармонично. То есть, каждый человек для себя должен четко понимать, что этот цвет, который здесь навсегда. Можно ведь цвет использовать в интерьере, зная, какие твои цвета, априори, цвета твоей души, так называемые, ты можешь находиться в абсолютно комфортном состоянии еще и дома. В конце книги представлен описание цветового теста для детей, он очень простой, предлагается выбрать ребенку два цвета из 15, и из этих двух цветов нарисовать некий рисунок, например, цветок. И просто по выбору, основываясь на выборе ребенком этих двух цветов, можно посмотреть, какие у него есть затруднения. То есть, конечно, любой цвет это и положительный, и негативный аспект, но мне в большей степени было интересно описать трудности детей в связи с выбором определенного цвета, поскольку все хорошее при детей мы часто знаем, а вот то, что у ребенка внутри происходит что-то, о чем мы даже не подозреваем, вот это важно, это некая диагностика, которая позволяет хотя бы понять, о чем сейчас ребенок вообще, что у него происходит внутри. из-за до сих пор, из-за до сих пор. Продолжение следует...